Доброго времени суток, дамы и господа. С вами два очень весомых человека. Весомые, потому что на массы наборе. И сегодня, наконец-то, 20.30 в ночь на 31 апреля, март, марта, мы собрались сделать то, чего не делали уже полгода. Подкаст. Записать банальный подкаст, полить воды вам в уши, шлифануть все это отвратительным каламбуром в лице меня и низким сексуальным голосом этого молодого человека. Весомого на массы наборе. Как мы здесь с вами вообще все оказались. Все это вы, я и это чучело. Мы. Я, мы. Да. Ну, собственно, с чего только косплеерский путь начался. Все началось очень-очень сумбурно и ни черта не поэтично. В 22 году я под влиянием расставания со своей второй половиной решил что-то поменять. Ну и поменял разве что носки, потому что старые порвались, а еще ушел с работы прошлой. Работал я в красно-белом. Замечательное место, если вы хотите иметь деньги. И в какой-то момент я... Мне попались все эти приколы в шортсах с мотивированным комбой Вергилия под Бори Зелайф. И мне это так понравилось, я решил пройти пятую часть. Я прошел пятую часть. На пиратке. Каюсь. На пиратке. И после этого я со своими на тот момент короткими волосами решил себе сделать зачес назад и покраситься в белый. Ходил как дебил в общем. А то я с него примерзал. Как дебил. И по итогу что у нас вышло? В какой-то момент, когда мне покрасили волосы, я расправил их как шторы. Из-за чего получилась забавная ситуация. Я зашел на тот момент своим друзьям в Дискорд и начал говорить. Раз пятнадцать-двадцать подряд. Смотрите, я Данте, я Данте, я Данте. И так на протяжении где-то недели было. Просто ради прикола. Прогревал людей, так скажем. Ну и по итогу, где-то спустя неделю натыкаюсь на группу по DMC. По мемам и прочим. В принципе, было неплохо. Мне на тот момент это нравилось. Сейчас нет. Он нас тошнит. По итогу там вижу вот этого молодого чебуряка, который выложил свой косплей. Разумеется, крафтовый ни в коем случае не с Алиэкспрессом. Ведь на Алиэкспрессу только плохое продается. И об этом мы с вами поговорим позже. И что-то я ему решил написать. На тот момент я как раз сделал свой акустический, замечательный кавер на Берри Зелайт. Он ему зашел. И я ему говорю, слушай, смотри мой закос. Он такой, ха-ха. Не смешно. Я просто сказал, классный, классная вещь. И в какой-то момент я ему просто решил, типа, давай смешнявку запишем и в группу выложим. Ну, и как говорили Little Big, если я не ошибаюсь, их главный. Кто там? Брусикин? Илья Брусикин? Сусами. Ну, это вроде его имя такое. Илья Брусикин вроде. В общем, если не ошибаемся, тут, если что, будет правка. Если мы ошиблись. Илья сказал, Рофл вышел из-под контроля. Тут то же самое. Один в один. Сначала было смешно, типа, о, ничего себе. Потому что у меня до этого на канале видосы собирали нормально. Были мемы по МГРу и прочее. Микроозвучки. Надо к этому вернуться, кстати. У меня идея есть. И в какой-то момент я, не чекая статистику канала где-то неделю, понимаю, что видос уже набрал вот столько. Спустя неделю вы увидите. Я ему говорю, теперь ты мой. И мы делаем контент до посинения. Ну и в общем, начали выкладывать ролик. Ролики. Сначала каждый день. Просто абсолютно аутистичные мемы, которые не поддавались никакому объяснению. В них не было смысла. Хотя некоторые нашли в них такой смысл, что, господи Иисус, а нам... Ну, кстати, результат от этого был. Они же первые, прям первые-перые ролики набирали, просмотрели, часто выходили еще. А потом мы начали выкладывать ролики день через день, дабы не все идеи исторчались настолько быстро. Но там все равно были качели. Ролик мог набрать 20, 30, 40, потом 10 и потом 100. Вот. Ну и, соответственно, в этот момент вы нас уже всех знали. Человека с хорошей фигурой, замечательным голосом, косплей Вергилия. Это мы. Это ты. И дрища. 59 килограмм на метр 86. А, ты прям прям начал говоришь? Да, да, разумеется, мы про это и разговариваем. Который просто такой, смотрите, я в рубахе с КБ. Забавно. Ну и вот как-то так. Получается, затем появился у нас, у меня сначала мятежник, кулон, перчатки, затем уже получается первый тканевый косплей, который все равно почему-то людям зашел, хотя, опять же, об этом позже. И по итогу появилось то самое каноничное пальто из пятой части, которое сейчас черное, потому что мы с моей девушкой его перекрафтили. Отчего я очень доволен. То есть повысилось как общее качество продукта, потому что перестали вылезать нитки и он стал более пригодным для, грубо говоря, просто выгула косплея. Он стал более термостойким, ну и цвет, подходящий под мои волосы, который мне надоело красить постоянно. Вот. Передаю слово вот этому. Всем здорова, Гойз. Давно не слышались. У меня путь начался за несколько лет, потому что мне Андрей написал. Я точно помню, вроде я был еще в 11 классе. Косплей я начал в 9. Тогда был тренд. Я еще тогда сидел в ТикТоке. Я все-таки считаю албом, хотя, наверное, это не та вещь, которая стоит гордиться. Прогрессивный. Главное, что прогрессивный. В 9 классе уже в ТикТоке. В общем, не только в ТикТоках, по-моему, где-то еще это форсилось, но в основном в ТикТоке форсились видосы, как люди с западных стран там, ну, более свободно относились к косплею в те времена. и, получается, группы студентов брали плащи Акатсуки и бегали в своих вузах, там перепрыгивали через вот эти штуки на входе, просто бегали, снимали, они ничего плохого не творили, просто бегали. И мне эта идея понравилась, и я тогда со своим другом внутри школы решил то же самое сделать на выпускной 9 класса. мы купили эти плащи, на нем сходили, у меня даже, по-моему, фотографии ВКонтакте есть вот в этом плаще еще тогда, и все, продавать нам было лень, мы потом сходили на пати косплей, видели рекламу в магазине, у нас единственный магазин тогда был по аниме вообще товарам в городе, и он рекламу сделал этого косплей пати, это косплей фестиваль, там человек 100-150, прям супер-супер-маленький, занимает место одного бару всего лишь. нам там жутко понравилось, мы видели косплей, мы решили то же самое сделать, и на второй такой уже сходке, и последний, к сожалению, в городе не проводится больше косплей пати, мы решили сами косплей сделать, мы сделали двойной косплей, ну дуо косплей, парный, парный, да, спасибо, Макота, и какой-то, блин, траблмейкер из второй Данганром, по его имени забыл, в общем, не суть, это дуо персонажей из Данганромпы, вселенной, и мы подготовили свое выступление, но не дефиле, потому что мы буквально не знали, что делать на сцене с костюмами, и мы просто спели песню Бака Митай, которая, кстати, зашла людям, и те, кто сидел на моих стримах, когда я еще не сделал перемещение мебели в комнате, могли увидеть, у меня на стене висел грамот за выступление песни, там наше название группы, и, ну, песни, Бака Митай, и после этого мой друг, к сожалению, терял интерес к косплею, я остался один, и начал думать, что делать, некоторое время работал на заводе, копил деньги, снимал ролики, летсплея, это, я снимал видео, получается, еще до косплея, там, с монетизации приходило, и, таким образом, я, конечно, их тратил, но часть осталась, где-то тридцатка, и, летом 23-го года, я думал, что я хочу себе обновить костюм, но не знал какой, поэтому я продолжил копить дальше, и, примерно, в сентябре, как раз, я вот этот друг, который растерял интерес к косплею, скинул мне фотографию Виргилия, с обложки Бурезлайта, где он стоит на черном фоне, и только лице его видно, он говорит, о, ты на него похож, я спрашиваю, кто это, там где половина, вот так, да, я спрашиваю, а что это, кто за персонаж, говорит, Виргилия, я такой, все понял, на кого костюм беру, мне сказали, что на него похож, я даже не посмотрел, вообще, кто это, что это, я заказал костюм сразу же, мерки там, снял себя, и, пока он готовился, потому что он с нуля делался, там, под мои мерки, где-то недели три заняло, и потом, а ночью неделю шло, я за этот месяц, начал сам играть DMC, узнавать сюжет, чтобы, когда мне персонаж пришел, еще там, ну, хотя бы понимал, кого я косплею, и так далее, вот, и, соответственно, начал выкладывать, не мемы, а просто видосы, где я хожу с катаной, там, зимой, тому, что у меня пришел в ноябре, я начал в ноябре снимать ролики, прям в первый день, когда он пришел, я снял, с температуры 38, но эти ролики, ничего не набирали, поэтому я решил делать мемы, в Тиротоп тоже их заливал, они ничего не набирали, поэтому я просто решил сделать, как тогда мне казалось гениально, найти уже, расфоршенные группы, по мемам с DMC, и кидать им, ну, это у них контент будет, потому что вряд ли много, господаль Григиля тогда было, и, мне просмотры прилетят, и буду там в комментариях пиарить, типа, вот это я, это я, там, на мои источники заходите, и вот, и, соответственно, тогда Андрей, и попался в эту удочку, скажем, тоже так, у тебя все это время был план, да, по которому я следовал, но вот единственное, я помню, да, как мы начали первый ролик снимать, но я не помню, с чего у нас, ну, общение началось, типа, как мы вообще, сдружились, то ли, сдружились, у меня вот, я тебе просто написал, типа, чел, блин, классно, но мы же на чем-то общение должны были поддерживать, и вот, этот момент, я у меня, а, буквально, первый, говорю, первые наши переписки, типа, круто получилось, а потом у нас произошел, ну, вот, провал памяти, как мы сдружились, да, я даже не могу прям резко так произойти, вот, вот это я не помню, ну, в принципе, уже, как разница, какая разница, какая разница, что было, ведь есть разница, что есть, да, и вот, соответственно, мы здесь и сидим, ну, очень много было преобразований, как и внутренние, типа, я раскрепостился, ну, и, в принципе, свет побидал, потому что, я на стримах, по-моему, говорил, но, я так понимаю, все равно, не все сидят на них, тем более, сейчас у меня почти их и нет, из определенных сложностей, из геолокации в моей жизни, я, наверное, сколько, 17 лет жизни я провел в четырех стенах, вообще, может, затворник, да, может, по мне не видно, но я прям лютый хикан, просто, наверное, определенный вид, по которому внешне это не видно, вот, ты 17, а я 24, где-то, так? Ну да, общая проблема, но мне кажется, ты все равно раскрепощенный, сравниванный, общий человек, пардон, заминка, курьер еду принес, будем кушать, масса наборей, но не при вас, что вы не слушали чапканье, мы вас много уважаем, так вот, тема не окончена, хотя прошло уже 15 минут и 30 секунд, следующее, в этой же теме, наша первая встреча. Да, вообще, это было несколько неожиданно, потому что, я точно помню, что поехать на фестиваль я захотел после того, как мне пришел отказ на Фениксе, я подавал в 23-м году заявку на Феникс, он проводился, по-моему, весной тогда, поэтому, уже сходив на него, типа, я думаю, блин, я хочу выступить, прям, очень сильно хотел выступить, у меня прям желание вредило, я думаю, ну ладно, если не Феникс, то, ну, разумно, я другой город посещу, тем более, тогда на стримах были топовые донатеры, я был уверен, что вот у меня есть средства, почему бы просто их не потратить, не отложить, а просто на другой город потратить, я начал листать фесты, и вот самый, я выбирал, по принципу, самый ближний, выбрал несколько городов, и выбрал Берем, такой, ну все, заебись, поеду туда в итоге, я точно помню, что я предложил тебе тоже присоединиться, но ты поначалу отказывался, типа, да, потому что, по-моему, мне тогда даже ехать же было не хочу, или у меня тогда уже был, была ткань, по-моему, была ткань, я даже не помню, почему я изначально не хотел ехать, может быть, потому что, нет, это точно не отсутствие средств, потому что тогда я был богаче тебе еще в несколько раз, да, это прям период был, когда нам донатили, да, просто я помню, что я тебе предложил в июне, то есть это прям, ну, прям за скоро до феста было, это прям за месяц до него было, я предложил, ну прям сумбурно, ты сначала отказался, потом через пару дней, или неделю такой, похуй едем, да, так и было, примерно так и было, да, ну и по итогу, мы пошуршали, мозгами пораскинули, как кабейн, и оказались в Перми, и нас нахерили, ну это 10 тысяч, 10 тысяч, ну вообще было очень необычно, потому что я раньше с интернет людьми, вообще не, то есть, если я с кем-то в интернете вел общение, то ни с одним из этих людей, мы в итоге не встречались в РЛ, даже если не хотели, или хотели встретиться в РЛ, а тут, как бы, я уже понимаю, что я еду в поезде, типа, ну это действие, которое не отменяется, и как бы, через определенное количество часов, я встретил с человеком, которого видел только в интернете, это было прям очень необычно осознавать, особенно, когда я уже вышел с ЖД вокзала, и ты уже сказал, что ты едешь ко мне на такси, я думал, ну все, пару минут, и мы увидимся, пиздец, да, очень жалко, что это не получилось заснять, я думал, но я, насколько помню, я был занят тогда обеими руками, как и ты, вот, кстати, шо как, по первым впечатлениям, а на вебке было лучше? мне кажется, ты в РЛ лучше выглядел, типа, вебка наоборот, как-то, не все твои красивые чудо лица показывают, амбассадор секс, и плюс, вебка неправильно твой рост передала, я думал, ты мне будешь вот как тот чел, высокий на фестивале, будешь вот так же, на голову уши, да, ну нет, мы его оказались почти одинаковыми, потом, ну, совсем недавно мы измерились, метр семьдесят восемь, тире семьдесят девять, и восемьдесят пять, восемьдесят шесть у меня, соответственно, вот, ну что могу сказать по своему мнению, я думал, он будет в разы больше, чем я, в разы, по итогу, опять же, мы встретились, я вижу этого карлика, ниже метра восьмидесяти, я прям очень охренел тогда, да, просто именно как с факта, что вот встреча произошла, вот, в реальности, it has to be this way, ну и получается, что мы там померились немного, я уже в тот момент качалочку ходил, померились, зря, я проиграл, на тот момент, посмотрим, что будет в этом году, как я его просто размотаю, но, свое, так скажем, величие, скажу, в армрестлинге у нас никто не выигрывает, один в один просто, это было необычно, я уже говорил, то, что я очень сильно фанатею по влогам, и, особенно, вот эти, я застал золотые моменты влогов, когда блогеры снимали, как они посещают вот эти всякие игроконы, как они там другие города путешествуют, это как мой кинг, только, и не в каких-то там, именно, в развратных пониманиях, а прям кинг в контенте, что я прям обожал смотреть, как они, особенно первая встреча происходит, там они встречаются, я прям такой же сильный мэп ощутил, у меня это прям очень сильно в памяти застало, как мы именно встретились, и это, типа, блять, вот, наконец-то это произошло, я себя почувствовал на месте вот тех влогеров, которые вот, ну, снимали какие-то путешествия, там, условно, те же игроконы, помиконы. Запомните, ребят, если вы испытаете такое же ощущение, как этот человек, от встречи со мной, и которые друг другу помогли реализовать свою мечту на тот момент, вы с тем человеком. Просто, примите это как факт, не пытайтесь искать какие-то подводные камни, накручивать себя, как многие любят делать, потому что, если нет проблем, вы их начинаете зачем-то искать, и находите, потому что вы этого хотите, не знаю зачем. И было очень атмосферно, потому что, мы вот встретились, и сразу поняли, что вот все время, которое у нас есть, это было 4 дня, это время отдану нам, и мы просто начали, ну, сразу же флексить, это было весело. И я уже предвижу часть комментариев, которые пишут, это было прям весело, я понял, вот только встретились, начали идти, и сразу, бля, разговоры обо всем пришли, мы вот шли, туда, место нашего жительства, у нас была проблема, то, что мы прибыли за часа 3 или 4 до заселения, если у нас было... Ну, за пару, за пару, я же тебя еще ждал, это я за 3-4 приехал, ты на поезде еще чуть ли не час катался. Ну, я помню, что у нас точно было до хрена времени, и у нас был вариант... Пару часов точно было, но сомневаюсь, что больше. Ну, да. У нас был вариант, либо на такси сразу туда доехать, либо пешком часть пройти, время сократить, чтобы чисто там пару часов не сидеть, и уже этот... Ну, и порешали, по-моему, на том, что мы... 2 километра пешком пройдем. Но еще при этом мы чутка... А зафакапились, мы вместо того, чтобы сделать все это, пошли в ТЦ отдыхать. Но нам как раз таки есть вот эта фотка со стикера. Но это нам было по пути. Мы просто... Мы когда встретились, мы были голодными. И мы были... Мы как раз дошли вот до этого вниз, по этой горке, там, где, понимаешь, мы еще оставались, ты еще свои шузы показывал. Да-да-да. Мы как раз таки остановились около ТЦ, который был... Ну, вот этот большой ТЦ, где мы похавали на втором этаже. Там еще крыша стеклянная классная была. И уже оттуда мы заказали такси. Не совсем. Оттуда мы вышли, пошли, получается... Дорогу просто перешли. Да. И тут мы встречаем, по-моему, Максима. Да. Максим, привет, если ты до сих пор нас смотришь. Мы... Сказать, что мы охренели, это ничего не сказать, потому что мы не в нарядах. Мы, так скажем, гражданские. Первый день. В другом городе. И тут... Сразу тебе... Смотрю, вот, иду, у меня хоть и зрение плохое, при неадекватном освещении, но на улице, оно плюс-минус нормализуется. Я вот чувствую, вот парень на нас смотрит. Он идет, идет, кричит, Данте, Вергилий, привет. Я продолжаю на него смотреть. Он на меня. Искра, буря, безумие. Как в каком? 17-м, 20-м году. Не помню, когда этот трек был. И по итогу он такой, типа, замялся. Стоит, замялся. Я говорю, иди сюда. Он такой... И при этом я не понимал, что Андрей делает. Я вообще их не служил, потому что я в это время такси заказывал, я в телефон уткнулся. Я только понял, что что-то не так, когда Андрей начал меня куда-то подзывать и к нам начал подходить человек, и не понял, кто это и зачем к нам подходит. Вот. Ну, соответственно, когда начал фоткаться, до меня уже, ну, дошло вся ситуация, типа, что происходит? Я тоже... Вот. Ну, это добавило честного немного. Ну, и плюс, мы его запомнили, потому что это все-таки первый человек, который в реал узнал. Да. Мы его до сих пор помним, как максимум. Если что, если ты смотришь друг... Случайно, каким-то образом. Вообще, везде появился его влоги, и здесь. Мы обсуждаем его вообще как раз вообще. Ну, первый, потому что первый. Все они все такие. Мне даже будет интересно, вот если через пару лет снова будет подкаст или просто какой-то стрим. Случайно, подкаст мой отвечаю. Подкасты будут стабильны раз в никогда. В раз в пять лет там. Будем ли мы еще помнить его? Так. Что это получается у нас? Пермь, Пермь. Мы, значит, счастливые. Просто. Гормонально, физически, ментально, прочее. До момента, пока мы не увидели сколько у нас метров. Да. Заходим в хостел, отдаем... Ты же еще это снимал? Да, отдаем свою десяточку. Отдали десяточку. Радостные. Поднимаемся, думали сейчас. Классная душевая отдельная. Затем, хорошие большие кровати, так называемые сексодромы. А там, ну, хата два квадрата. Ну, чтобы вот понимали, насколько она маленькая, она в длину примерно как отсюда до вот, как раз таки, до этой стены в длину была примерно. Да, от вас до стены. А ширина как раз таки примерно заканчивается, где вебка заканчивается примерно. Ну, наверное, чуть-чуть больше, но вы понимаете, насколько это мелко, для двух людей еще тем более. Да, но нас спасало одно, что мы туда приехали, чисто мы, получается, зашли. Ночевать только. Да. Вышли. И потом только вечером пришли. А так там просто две кровати и проходят метр между ними. По сути, даже не могли одновременно там в этом проходе нормально стоять, потому что очень маленькая ширина и непонятно, за что 10 тысяч отдали. До сих пор обидно. 10 тысяч. Я, кстати, тоже не понял, за что и 11 тысяч отдал мне клинок до сих пор делают. Пиздец. Как себе руку? Че, кстати, как рука твоя? А, блядь, тоже самая проблема. У вас как? Улетело никуда. Вот и мы о том же. Вот когда он не привезет, я ему такой охуенный отзыв напишу, он нахуеет. Главное, я отзыв напишу, который руку уже получу, а пока я не получил. Да, да. Вот так вот тихонечко погоняю, чтобы он там не разозлился. Потому что деньги тоже у него я как дурак перевел, видя, что он такой хорошенький вот нихуя, блядь. Не буду я больше нахуй деньги вперед переводить, только авансом. Представь, что вот этот человек на самом деле не какой-то скрыт, не какой-то там, как его зовут? Артем? Павел. Павел. Это Лев. Это Лев с второго аккаунта. Блядь. Который разводит на доллары. Блядь. Нет, на Льване гоним, как бы, плохого к нему отношения не имеем. Ну и в общем, первый совместный фестиваль 8-е, 9-е число июля. Угу. Нам был еще прикол, почему он так еще нам хорошо запомнился. У нас на него были, ну скажем, не низкие, ну средние ожидания, а фестиваль и наши ожидания не совпали, потому что сам фестиваль вышел намного сильнее, чем мы вообще ожидали от него увидеть. Да, потому что, насколько я помню, мы охуевали каждый день. 700 человек купили билеты в онлайн режиме и еще человек 500-700 купили билеты в тот же день, ну первый день фестиваля. То есть суммарно минимум минимум 1200 человек находились в 3-4-этажном здании. И на улице. И на улице заполонив с собой полностью маленькую аллею. И целый парк. И целый парк. По ощущениям, там не 1200, а 1200, 2500 или вообще 3 человека было. У нас проблема была то, что вот в этой ебаной хате не было даже кухни. У нас даже возможностей готовить не было. Из-за чего пришлось как простые смертные питаться багдаком. На масса наборе. Не, ну ради прикола он реально надоел, потому что мы ну и завтрак, и вечер, он реально надоел. Мне просто уже когда мы на четвертый день в Киевсе пошли с утра, у меня что-то прям типа как вода была на вкус. Да, было такое. Я просто такой блять, нет, я хочу ему другое. Я потом приехал обратно, я был почти 70, стал 67. Вот, поэтому такая плохая херня, типа вот если мы еще раз в другой город поедем, нужна будет кухня, 100%. А мы поедем. Так что скорее всего будем просто даже наверное не хату посуточную, а более хороший хостел. Где хотя бы кухня есть. Да. Ну или столовая работающая, все нахуй закрыты были. Да. Это вообще пиздец. Я не понимаю просто вот этих людей, которые делают столовая, работающие только по будням. Ну вы сами задумаетесь, в город приезжают на выходных, но какие люди будут, туристы приезжать на будни. Типа наоборот в столовых будни это вообще им прибыль огромная будет. У нас в Казани, например, тоже работают столовые на выходных и кучу бабок скребут. Потому что наоборот. А так да, мы даже не могли, типа мол, выходим, поворачиваем буквально направо, еще раз направо, соседняя дверь, и там столовая. А мы жопу сосем, потому что она все закрыта. Мы как раз таки приехали в пятницу, субботу, воскресенье, тусили, а в понедельник какой смысл туда идти? Потому что мы уезжаем вечером. И причем не только столовые, еще часть кафе, которые по идее работают в субботу, воскресенье, не работали. То есть вообще очень много как часть заведения была закрыта. И либо жрать фастфудом, либо идти вот дорогую мы какую-то хрень ходили. Там чек полторы тысячи был в среднем. На человека, по-моему, вообще. Да. Ну чек, один. Такой трэш был в этом плане. Мне первым не понравился в этом плане. Съеду я там очень туго. Да. Чем еще запомнился Паник Комикс наш первый? Надеюсь, в этом году он не просто не подкачает, а он прыгнет выше той головы, до которой он дорос в том году. К чему еще мы не были готовы на Паник Комиксе? Это вот не обижайтесь, ребята, мы не были готовы к вам. К тому, сколько вас там будет. Именно вас. Людей, которые слышали, видели, следили, смотрели. У вас там было... Первый день мы провели фулл день фестиваля, посмотрели выступления. А мы мало смотрели. Да, мы мало смотрели, много ходили, но в любом случае мы их посмотрели. И первые часов 5-6 нам просто проходу не давали. Там столько фоток было. И часть из них, конечно, нас не знало, просто увидели там ДНС, но все же часть знала нас. Да, потому что тогда его было... Его было тогда сколько-сколько нужно и он, и я. А потом мы начали замечать одну отвратительную тенденцию. Ты понимаешь, о чем я? Вергилий на Вергилий, Вергилием погоняет, Данте на Данте, Данте погоняет, Нера на Нера, Нера погоняет. Ну, это, наверное, совсем так, когда у тебя вот постоянно что-то одно окружает, и когда тебе это уже само надоет, а вот это окружение, оно не уменьшается, только возрастает. Потому что по цепочке до каждого доходит. И мы же, причем, мы как еще поступили, когда нам надоели мемы по ДМС, мы все равно их клепали, чтобы просмотр поднять, и из-за этого еще волна не успокаивалась. Это вот мы уже сейчас полностью прекратили, уже несколько, ну, где-то полгода мы не снимаем мемы про Power Motivation. Потому что, а зачем? Типа, ну, люди до сих пор порсят, и тут недавно тоже стрим был, я в чате говорю людям, вот, просто, возможно, не знаете, давайте я спереду, держу. Мне эти мемы надоели, поэтому просто, ну, их со мной не шутить. Я вас предупредил, типа, вот, все дальше от вашего уважения зависит все равно. Некоторые продолжали продолжать эти слова, услышав на стреме, гнать свою палку. Но, я не виню этих новичков, которые только наткнулись на наши старые ролики, как бы, вот, я скорее просто не понимаю тех людей, которых я уже предупредил, они знают и продолжают эту хрень делать. Это не смешно, мы этим годом с лишним занимаемся, нам уже не смешно, честно. Нам искренне смешно было, наверное, только первые месяца три. Да, а потом все уже шло понаказанной, и спустя полгода это точно надоело. Да и сейчас нету уже шуток. Я не понимаю претензий, когда нам выдвигают, что мы шутим про Power Motivation, а у нас... Когда, бля, уже сто лет про это не шутим. Да, типа, сами найдите ролик недавний про это. Да. Точнее, поищите, докажите. В общем, как-то так, как-то с этого все началось. Первые полгода примерно так прошли. Вот есть шоу, что было дальше. А у нас, что было до. Что было до? На сей раз начну я, не перебивайте, пожалуйста, а то, афк надоело сидеть. Я ж не дотер. Сейчас, по крайней мере, до этого был. Шо было до? Отучился 11 классов. Как это все говорят, с грехом пополам. По итогу оказалось, по-моему, половина пятерок, половина четверок, одна тройка по Матану, хотя экзамен сдал на пять. Просто препод вредный был. Очень вредный. Но потом она походила к психологу, и все стало нормально. Правда, мне это уже не помогло. и устроился в замечательный колледж искусств, в котором, если вкратце объяснять, потому что это все не имеет смысла. Я просто проторчал четыре года, не делая почти ровным счетом ничего, получая оценки от трех до шести, потому что у нас десятибалльная система оценивания была. Ну и на четвертом курсе меня отурнули, потому что я дебил, и я этого даже не отрицал. Просто, типа, звоню предкам, мать, не отчисляю. Анка. Блин, ну ладно. Потом, получается, поторчал немного АФК в хате, пошел поработал, ну а дальше вы знаете. Потому что у нас как бы приквел произошел во время нашей основной линии. Ну по сути, ты до этого снимал же контент. А, если в этом плане еще, записывайте. Музыкант, сценарист, режиссер, диктор, актер озвучания. то, как не надо меня называть, потому что я просто любитель. Я помню, так охренел, когда начал чекать старые работы Лайтфокса, началось помнить, и я такой, блядь, до боль знакомый голос. А там я, да, когда-то работал с Лайтфоксом, когда у него еще не было там, типа, даже и 5000 подписчиков, а сейчас у него 100 с лишним. там манга, по-моему, называется «Не сожгите ведьму». Да, «Освободите эту ведьму». Как-то так. мой голос стопроцентно подходил под главного персонажа и у другого чела подходил. Главную роль все равно давали мне. Но я не смог озвучивать такую второсортную хрень, которую предлагал на тот момент мой любимый товарищ Лайтфокс, потому что просто я не выдержал этого. Это было все настолько для меня низко, что я ливнул. Попрощались, сказал, что я и так больше не могу, ибо настолько низкий контент, сейчас вспоминаем, что я пилил мемы поднимся полгода. И просто ливнул. Вот. Работы, разумеется, продолжал. У меня до этого было два канала. Оба отлетели. Причем хорошо набирали, хорошо набирали. То есть, опять же, те же манги тоже начинал озвучивать, но те, которые уже интересны мне. Адвенчуры хорошие. Без вот этих вот няшек с бидонами на полхаты. То есть, никаких иссякаев и прочего дерьмища. Эти жанры я особенно вот сейчас в наше время я вообще никак не воспринимаю. Потому что та же самая магическая битва для меня это филерное дерьмо. Что у нас еще сейчас популярно? Рекарнация безработного. Начало понравилось, потом стало филерным дерьмом. Опять же, основанным вот на этих мерчах, продажнических мерах работы, так скажем. потому что когда я вижу вот такой проект, который сделан для продажи, я не могу назвать, что вот из манги сделали хорошее аниме. Из манги сделали продукт. Да, сейчас многие напишут, скорее всего, мол, блин, ну так-то люди рисуют, анимируют, ну не за бесплатно. Но когда вы из того, что вы хотите сделать, делаете что угодно, вернее, делаете продукт, а не что-то еще, вы акцентируете внимание только на продаже. И для меня это странно, то есть получается красивый, вот как про эту эльфийку, которая ведет домой. Фрирен. Фрирен, да. Посмотрел немного, не понравилось, потому что это красивый, я не отрицаю зарисовку, мое почтение ребятам. Это красивый, повторюсь, но абсолютно бездушный для меня проект. Он сделан просто, чтобы быть сделанным, не более. лично для меня так. Как так вышло, что ты вообще был в связях с людьми, которые мангу озвучивают? Просто для тебя тяжело представить, что человек, который сейчас является, ну если не самым популярным, то один из самых популярных озвучкеров манги в СНГ сервенсе, и ты, как у вас вообще связь? Случайно я просто зашел в группу, там написал типа ля-ля-та-поля, прикрепил туда парочку, парочку-троечку этих примеров, да. А, то есть был набор группы, в которые ты решил добавиться? Там не совсем, там соискатель, то есть группа просто создана для того, чтобы люди туда заходили, скидывали варианты, их нанимали и не нанимали. Нанимали в кавычках, разумеется, потому что это все на своей инициативе, и таким образом я, последняя группа, в которой была это LifeFox, и это единственные ребята, которые выжили спустя столько время, выжили, процветали, и сейчас делают контент, хотя у него там тоже по просмотрам проблемы, я когда полгода назад смотрел, у него 100 тысяч подписот, и ролики смотрит человек 10, 38. Не, это тогда было, я сейчас некоторые манги смотрю, которые только мне нравятся, определенные, у него недавно несколько манг было, где-то работают 3-4, за которыми следил, они в первые дни набирали по 300, по 900 тысяч просмотров. А, ну с кайфом. То есть сейчас он благоухает? То есть опять же вот по поводу работы с Лайтфоксом, потому что когда я от него ушел, мы все равно продолжали общаться. До сих пор? Нет, нет, на тот момент, на тот момент, а потом я после того, как мне запанили два канала подряд, я на это забил, и общение с ним тоже прекратилось, потому что ну не было общих связей. То есть сам он мне говорил, мол, чел классно, не откладывай это дело, хреначь дальше. То есть я там парился и над эффектами голоса, парился над тем, как это все звучит, и смотрел, какие голоса подойдут тому или иному персонажу. Даже бабок озвучивал, вот именно бабушек. И по итогу все было классно до того момента, пока я не получил страйк номер один, страйк номер два, и потом три, четыре соответственно на два канала подряд, просто потому что я чекаю информацию, я не тупой, я вижу, что где-то есть АП. Я не ориентировался на манги, на ман... Есть манга, есть манхуа? Манхуа, это китайский манхуа корейская. Вот, и на них в основном АП нет, это то, чем как раз таки занимается Лайтфокс. Но меня почему-то за мои выбранные проекты били по голове. А я с ним по этому поводу недавно говорил, кстати, потому что мы недавно переписывались с Лихтфоксом, у него про АПшки спрашивал, часть манг начали лицензировать, и он мне показывал, какие можно брать, какие нельзя, как он сам ориентировался. Это как раз таки в том прикол, что когда я это делал, на этих мангах, которых я выбирал, не было АП. И потом просто в рандомный момент инфа, типа, такая-то там манга появляется, на нее заявляется авторское право, и хопа! Страйк 1, 2, 3, 4. Цынок. Цынок, да, тот самый. Кстати, Лихтфокс, если вдруг каким-то макаром ты нас смотришь, потому что у нас, оказывается, вообще могут разные люди смотреть, привет. Да, давно не виделись. В общем, что еще было? Получается, писал музыку, три трека, написанные мной 10 лет назад, мне тогда было 15, вы можете найти у меня на канале. Вот трек, который написан у меня, получается, колоколами, я кайфанул жестко в тот момент от прохождения второго Дарк Соуса и темы Маджулы. Угу, нафига. Ну, у меня история была не такая интересная в плане того, что у нас с Андреем есть небольшая разница в возрасте, поэтому в момент, как я начал косплеить, у меня особо просто не было заслуг, скажем так, в медиасфере. Я просто, наверное, лет 7 снимал летсплей, из которого у меня нихуя не выходило. Просто я был наивным и верил, что даже если не получается, но если ты будешь калывать, вкалывать, когда-нибудь что-нибудь стрельнет, я тилл в блэсплеи, вкладывал в душ, я даже покупал экшн-камеры вместо вебок, чтобы вот была отдельная запись вебки, там 60 кадров, даже если экшн-камера там дешевая за 4000, у него качество было лучше, чем у вебок, ну и как бы 60 кадров, там всякое, там монтировал, чтобы убирать качество от рюля глазу, приклеивал, синхронизировал звук, там микрофона этой камеры и бучей. Но в итоге, когда я уже видел, что, блядь, спустя там 7 лет записи было 30 просмотров на таких видео, я прям сгорел, думаю. А потом вспоминаем Купленова, который просто сидел мат на мать и матом погоняет, орал, и типа, а сейчас проходит на протяжении скольки, пары-тройки лет уже эти, вошь-симуляторы и прочее. Ну, я его не осуждаю просто. Да, Димазика мы не осуждаем. Лично я за Купленова рад, что он смог разрастись как физически, так и профессионально до того уровня, который у него есть. Я помню, его начали осуждать, когда он первую рекламу совсем недавно после событий дропнул. Он там что-то рекламировать начал, ну, сам понимаешь, почему. Потому что денег. Да, перестали приходить. Это дети, в основном, жалуются, которые не понимают причины, причинно-следственной связи этих поступков. Вот. Ну, после расплеев я открыл для себя новую нишу. Меня заинтересовал FondUp. Я приобрел первый микрофон P5FINE какой-то за 3000, по-моему, K670. Попробовал, не получилось, там меня не брали. Думал, что у меня опыта нулевой, прям совсем нулевой. Я такой думаю, ну, выберу что-то полегче. Я тогда увидел дикторство, начал убирать свои речевые дефекты у меня они были и даже не один. Убирал, начал разрабатывать речь, читать тексты и я пришел к озвучке фанфиков, занимался этим, сколько он, получается, либо два, либо три года точно, может быть, даже четыре, я точно не смогу сказать. и там просмотры чуть-чуть подросли, чем от летсплеев, они набирали по две, три тысячи просмотров, некоторое время стримы были популярны, там даже человек 50 могло посидеть, там даже донисы кидали, и момент, это уже был 23 год, у меня был 11 класс, проблема началась с тем, что в 11 классе началась серьезная нагрузка с допами, я там, получается, утром был в школе, а вечером и ночью я был в ВУЗе на курсах, там я, получается, в школе просидел уроков 7, и еще в ВУЗе там 2-3 пары сидел, именно пары сидел с предметами на ЕГЭ, получается, сколько я уроков, по 14 уроков в день и сидел, там, занимался все это хереми, времени было максимально мало, и у меня количество роликов уменьшалось в неделю, там, раньше я вообще пилил каждый день, там записывал получасовую часть озвучки, выкладывал, обрабатывал, там тоже монтаж был, там я подбирал сцен, там, допустим, говорится, про лес-лес, там, всякое такое, звуковое сопровождение, когда битва, там, тема битвы безопасная, в один момент начало очень резко расти, 20 тысяч, 30 тысяч, просмотры, начали деньги, я ввел систему, типа, вот, ролики выходят 3 раза в неделю, но, я ввел стримы тогда, вечерние, типа, если вы хотите увидеть новую часть прям завтра, кидайте полторы тысячи, и кидали, прям, ну, начала популярность подниматься, начал с этой деньги получать, но вот эта загруженность прям, вынудила меня еще реже выпускать части, я не мог стримить, потому что времени не было, а если стримил, то я не мог поставить эту денежную штуку, потому что у меня буквально не было времени даже за деньги сделать скорую часть, в итоге все забилось, и просмотр упалит, и тогда понял, что все, я здесь уже сейчас выгораю, я перейду в другую сферу, и это был косплей, вот, но, я не сильно грущу, ведь если бы я смог продержаться на полову, то я тогда был бы озвучкирован не косплеером, тогда, ну, не было бы сейли, да, то есть, видите, одна беда привела другой, да, но, решение одной беды в виде забить на нее, и идти в другом направлении, это то, что вы, мои дорогие, взрослые и невзрослые, особенно невзрослые и неопытные, должны понять, нельзя долбиться, как некоторые до сих пор долбятся, в стену, пытаясь ее пробить своей головой, вам просто нужно идти дальше, серьезно, вот допустим, у меня же тоже с озвучками не поперло, я, я искренне хотел, я потел, я мог потратить на одну главу 12 часов в день, чтобы было все просто вылизано, и я кайфовал, то есть, первые полчаса были такие, типа, противные, а потом ты вливался, смотрел, у тебя вместо полудня, у тебя полночь, вот, и ты действительно кайфовал от этого процесса, записывал 4-5 часов всего лишь одну главу, и потом все это еще так жестко монтажил, то есть там, по таймингу подставляя, иногда какие-то эффекты не просто брал с формов наподобие звук, точка, что-то там, сам писал в том же IFO Studio, да, криво было поначалу и прочее, но потом придрочился, как можно сказать, и получилось весьма неплохо, плюс что, вот если заговорили прям про первый контент, первый мой контент был ни черта не озвучивающим, первый мой контент, никто бы не подумал, но олды знают, если не здесь есть, конечно, это, мать его, третий Dark Souls, и не просто третий Dark Souls, а модовый, я посмотрел, как люди делают своих боссов, то есть, человек берет и делает себе скиллы, которых, с помощью читов, разумеется, которых нет в игре, он создает из себя новый челлендж для игроков, причем интересный, это не додипная хрень, мол, на, я тебе фаербол кидаю, уклоняйся, нет, там была тактика определенная, что нужно столько-то ударов нанести, и прочее, прочее, то есть, это все с помощью читов делалось очень интересно, допустим, вы своего персонажа бы беспокойно превратить в голема, которых в Dark Souls вообще нет, каменного голема, не гиганты вот эти, да, которых во второй части туда-сюда отпинали, а именно голема, и что у нас получается, какого-то черта такой тип контента людям очень понравился, то есть, обычная игра с весьма нестандартным ее видением, с чем-то новым, чего не было на тот момент, по-моему, даже в руссегменте, то есть я и еще буквально пару челов, которые мне помогали разобраться с функционалом читов, занимались этим, другое было только за рубеж, вот ну и соответственно даже на таких стримах, то есть я помню, там было буквально у меня тысяча-две максимума людей, и там стабильно 50-100, это даже лучше, чем сейчас, когда у меня 18 кусков почти, вот то есть как-то так, а потом случилось дебил момент, я не мог стремить постоянно, потому что у меня не было своей комнаты, комп у меня стоял на кухне, и мне все это мешало сосредоточиться, и разумеется, все вот это прогнило, просто потому что на тот момент у меня были вот такие замечательные родители, просто ну что, вы же за общая проблема, ну у тебя хотя бы своя комната была, ну да, но личное пространство все равно сейчас, не, у меня у родителей лет до 22 моих не было понятия, что такое личное мое пространство, вот так вот, ну да, но с другой стороны, если бы в этих контентах получилось бы, не пришли бы к нынешней позиции, а кто знает, может быть, типа, если бы я это и делал, то допустим, я бы все равно расстался с бывшей, тельтанул бы, и если бы ты, допустим, да, ты бы ушел с прошлого, получается, хобби своего, и все равно пришло бы к косплеям, то чисто технически, даже если был бы на плаву в теме игр, читов и типа разнообразия в этих играх, хотел сказать разноображивания, но такого слова нет, то все равно сейчас я бы ввел и то, и то, ну по сути да, вот, что еще хотелось бы сказать, пока мы не перешли к next теме, которая у нас будет, ага, нормальный, пока нормальный, первые три нормальные, дальше, очень веселый, очень веселый, да, веселый очень, повторюсь, если вы верите в себя, опять же, и бьетесь башкой об стену, ребят, слепая вера еще никого, кроме как на костер в старые добрые времена инквизиции не привела, вы человек обычный, у вас есть определенный жизненный срок, никто не знает, какие заболевания, по сути, у вас может быть вызваны генетикой, хотя, опять же, вот эти совмещения родителей уже проходят, типа, допустим, вот у вас ребенок синдром, ну, сами понимаете, какой и прочее, вот, поэтому время свое, если тратите на какие-то попытки вырваться именно где-то, делайте это грамотно, не долбитесь в одну стену, поверьте, увеличение в этой жизни до хрена, вы просто не успеете насладиться всем тем, чем хотели бы, вот ни в какую, вам не хватит стада, я больше уверен, что, наверное, даже тысячу лет человеку не хватило бы, чтобы по желанию освоить все, что он хочет, потому что что-то бы надоедало, он бы с этого уходил, оставаясь с навыками, опять же, и приходил бы в новую область, был косплеером, стал физиком-ядерщиком, нормально, вот, и прочие вот такие дела, то есть, не смотрите на то, что вам сейчас, например, что-то не нравится, вы не знаете, что, как вы будете думать, и что у вас, в принципе, будет в голове, даже спустя год, не говоря там про 5 и более лет, будьте мобильными, вот тут как нельзя больше бы подошло слово прогрессивные, но, учитывая то, как к этому слову относятся запад, прогрессивными быть сейчас не очень-то и весело, но, если в правильном контексте это слово применять, оно весьма неплохое, но не в том, в котором оно сейчас популярно, запомните это, не бейтесь башкой об стену, эту стену всегда можно обойти, и пойти другой дорогой, как думаете, что это такое? А, да, тоже есть эта хрень, нет, это не браслеты от Гучи, которые нам подарили наши фанаты сегодня на фестивале, за миллион, который гвоздик, так давай в ломбард сдадим, типа, нахрена, вот, это браслеты пропуска на фестивале, они всегда выглядят вот так, я не знаю, откуда эта тема, кстати, пошла, но мне кажется, это был какой-то прецедент, из-за которого эту хрень передумали, либо просто там взяли с концерта, там же на концертах тоже такие штуки дают. А, ну да, логично, то есть, получается, у вас, допустим, два дня фестиваля, вы берете свой браслетик, вам его на руки надевают, надеть могут куда угодно, хоть на палец, как кольцо, допустим, если вы хотите жесткий фотосет сделать и не хотите, чтобы вам мешалась вот эта штука на предплечье, на запястье и так далее, вы можете, допустим, закрепить ее, опять же, как кольцо на палец, на палец намотать, и каждый раз снимая, например, перчатки, если они у вас закрытые и это не будет видно, да даже, наверное, если не закрытые, как у нас, то, в принципе, это подойдет. Оно будет либо торчать минимально, либо не торчать вообще. Так вот, Феникс 2024. Один из самых неоднозначных, на мой взгляд, по услышанным историям в основном и при первом посещении фестиваль. неоднозначный почему. Называть его самым большим возможно и имеет смысл. Но почему он самый большой? Я, проживя в Казани... Самый большой в Приволжье. Приволжье, да. То есть не просто в Казани, а в Приволжье в принципе. Декабрь, январь, февраль, март. За это время я успел посетить вот столько фестивалей. Кому трудно акцентировать внимание на цифрах, назову их буквами два. Два фестиваля, один из которых был вот такой и мы не поняли, что мы там вообще делали. Просто пришли, пофоткались, уехали. Второй уже Феникс. По размерам как будто бы, знаешь, как дефолтные постоянные фестивали в Екатеринбурге. Может быть, чуть больше, там, человек на 200-300. Что могу сказать? Феникс меня порадовал. Причем, во всех смыслах. Было нудно. Да, это для вас, наверное, странно, когда я начинаю работать антипсихологией жопы, говоря, что все было классно и было нудно одновременно. Нудно было, разумеется, из-за того, что нет каких-то дополнительных действий для обычных работяг. Мы, допустим, да, подавали заявку на выступление, нам сказали, сосни жопу, мы жопу пососали, получили скидон на билет 800 рублей и, в принципе, были довольны даже таким исходом. Пришли мы сегодня туда, в принципе, 5 часов пролетели, как нефиг делать. Да, нам все равно было скучно эти 5 часов. Да, хоть и было скучно, но они пролетели. Но дело в том, что дальше там было делать вообще нечего. Допустим, не понимая, почему на фестивалях нет игровых зон не в прямом понимании. То есть, допустим, в этом был, там была куча плойок и куча боксов. Иксбоксов, разумеется, а не коробок, в которых у вас кошки сидят. И это все. И танцевальная область, разумеется, тоже прямо рядом с ним, при этом, мне кажется, это немного нелогично, потому что звуки игры перебивались звуками музыки, а звук музыки перебивался звуками игры. Мне это показалось странным. Я не буду говорить, что это мне не понравилось, это именно что странно. Два, по сути, несовместимых. То есть, если вы, допустим, смотрите фильм в наушниках и в то же самое время играете на такой же фул громкости в игры, вы почти ничего не разберете. Как минимум, с одной из сторон. Про какие игровые зоны я говорю? Инструментальные, игровые. Я не верю, что вот на западе, вот, допустим, я скидывал на еле видос, где фестиваль, там, то есть, просто у челов была возможность взять тромбон, взять трубу и было цифровое фортепиано. Плюс еще пару флейт было. Небольшая заминка, что-то свет дропнулся. Так, все нормально, запись идет, все с кайфом. Ну, и в общем, вот, почему такого нет здесь. Я думаю, купить, потратить на пару блок флейт тысяч пять. Потратить на трубу с рук тысяч пять. На тромбон с рук тысяч пять. У меня, допустим, ну, вот, я на таком играл, когда только в колледж меня пристроили. То есть, просто, на тебе инструмент. Сколько стоит? Ну, тысячи три-пять потратили с рук взяли. Я такой, спасибо. Ну, и цифровое фортепиано это ладно, то есть, обычно проводится в ДК. То есть, там есть либо цифровые фортепиано, либо полноценные рояли и, опять же, сами фортепиано. Я, допустим, кайфую от клавишных. По мне, можно это понять, особенно на стримах порой. Когда у нас весь стрим, это я просто играю темы либо на заказ, либо те, что сейчас самостоятельно выучены. Заходите, кстати. Не забывайте. Вот. Плюс к этому, кроме вот этих двух активностей и настолок, которые, я так понимаю, по словам Наиля, не менялись три-четыре года, там он вообще не меняется. Вот. То есть, вы приходите на определенный этаж, а там одни и те же настолки. Каждый год. Каждый год. Одни и те же, скорее всего, люди. Каждый год. И, то есть, буквально вы, проведя пару раундов на первом пришествии на этот фестиваль, больше туда подниматься не захотите. Только если вы не яры, задрот настолок. Это прям очень мало групп людей. Да. Простите, тут не любители ДНД и Вархаммера. Это слишком такое элитарное общество. Да, слишком. Даже для меня. Хотя, настолки когда-то я любил. В чем еще мне понравился Феникс, так это в разнообразии. Господи и Иисусе. Я не знаю, делали они самолично или брали на заказ, но там были такие ребята с таким крафтом, просто мое почтение. Не говоря про Дарт Вейдеров и прочих, помнишь вот эту вот низкую девушку, которая была в чешуйчатой броне и вместо одной руки у нее была пушка такая? Да. Вот, она пред нами стояла. Вот, те костюмы, это был просто чистокровный секс, как я это называю. А, спасибо за подарки еще раз, ребят. Всем большое спасибо. Да, мы не ожидали, что это у вас будет. Это, это жопа. Арахис свой достал и палит. Вот, всем спасибо, шоколад был классный, особенно учитывая то, что этот шоколад был сейчас, секунду, Андреечка. Найдите 10 отличий. Их нет. Вот, вообще непонятно, то есть реально прийти туда, ты отдаешь как бы деньги за два дня, за фулл два дня, но проводишь там треть времени. Ну ладно, треть, половину, пять часов. А хочется как бы там полностью пробыть, потому что ты как бы запланировал эти оба дня для определенных действий. Но и то, это можно с натяжностью сказать пять часов, потому что мы их провели столько, мы были в компании с качалкой, мы когда были в деме с качалкой, мы перебрали со временем, но при этом, когда мы в качалку ходим в одиночку, мы меньше тратим. Поэтому те, кто туда ходит в соло, они вообще меньше времени там проводят. Да, поэтому, вот, это правильное замечание, забыл упомянуть, если вы реально набираете прям знакомых, допустим, вот у нас, сколько бы нас человек не знало, прям знакомых у нас не появлялось, то есть мы видимся только на фестивалях, да, мы можем переписываться и прочее, но основном все из разных городов и редко получается, допустим, когда, ну вот как у меня в ЕКБ получилось, мы просто сквад 10 человек собрали после моего уже первого феста и его так гоняли всегда. Допустим, у на ЕКБ такого еще ни разу не было за то, что он за все время когда он на фестивалях бывал. Первое, самое такое важное по ощущениям, он меня не впечатлил, потому что я точно помню, что как минимум с 23-го Феникса я точно какие-то положительные эмоции вынес. Я бы фотографировался с теми знаменитостями, которые там были, я бы радовался, там были прям, ну, яркие эмоции, хотя это уже был не мой первый Феникс, потому что на первом Фениксе я прям очень сильно воодушевился, прям, ну, нам больше было эмоций, чем на 23-м Фениксе, а там на 23-м Фениксе было меньше эмоций, потому что там еще и заявка не прошла, всякие другие факторы, но они были, а здесь просто ничего, пустота, я вот пришел на Феникс, ну и как бы, ну, ничего, блядь, ничего особенного, ничего плохого и ничего хорошего, а раньше было прям много хорошего, и при этом в том, что особо разницы между 23-й версией Феникса и 24-й почти-то и не, единственное, в чем отличается, это мое время прождения, то, что я 23-й смотрел выступления, а потом, когда я начал еще массово посещать фестивали, чем посещал до этого, мне просто уже надоело смотреть, тем более, что некоторые люди свои выступления между фестивалями катаются, как это делал я, например, и просто видят одно и то же на сцене, да и в принципе мне надоело такой формат, просто сидеть, я сейчас, когда пригожу на фестиваль, именно просто хочется походить, уже наоборот, делать то, чего я не делал в прошлые разы, это взаимодействовать с людьми, тем более, в этом мне помогает медийность, потому что зачастую люди ко мне сами подходят, а не я, и так диалог начать еще проще, чем просто ты ко всем подходишь, там лезешь, типа, опа, давай, повзаимодействуем, условно говоря, ну и опять же, для таких типов людей, кто не смотрит выступления, просто делать нечем, мы все активности на трех этажах за 20 минут прошли, остальные условно 4 часа и 40 минут, мы просто ходили первый, второй этаж, третий, второй, первый, первый, второй, третий, и просто у нас был день ног, импровизированный, где мы ходили туда-сюда, и все. Мало взаимодействия для тех людей, кто, опять же, не смотрит выступления, особенно, если, опять же, в соло вы пойдете, вы просто, скорее всего, на первом часу загнетесь, вам будет уже тяжело находиться без компаний людей, поэтому, я вам просто предложил добавить какие-то дополнительные активности, по типу, на том же Пани Комиксе давал лекции Грейсон, Грейсон, и, как по мне, это было охрененно, просто не успели на него пойти, потому что слишком много людей я нас узнал, и мы были буквально все время заняты тем, что к нам люди подходили фоткаться, из-за этого мы часть активности просто не успели сходить, потому что их было слишком много, но это неплохо, и вот, здесь тоже такие лекции было бы неплохо, но побольше сделать, потому что мы просто сегодня не особо нашли, чем все различные фестивали, и, поэтому было, ну, немного суховато, и прям, какие-то впечатления особо и не было. Эй, Лейф, а? Лови монетку. Разбавили немного мимсами вас, а шо бы и нет, ну, готовьтесь к ультракилу, не буду говорить конкретно к чему, но просто готовьтесь. В общем, интерактив, да, про Грейсона было классно, пчела объяснял базу, плюс то, как ее улучшить. Мне кажется, еще не хватает интерактива про сам крафт, что конкретно, какие ткани, какие они на ощупь, как их определить. Да, это все есть гайды в интернете, но если с этим придет человек на фестиваль, который принесет с собой образцы, ты их сможешь потрогать, вспомнить, прийти в швейный магазин и купить то, что тебе надо, это будет прям классно. Допустим, я не верю, опять же, вот как с музыкально-игровыми областями на фестивале. Нельзя, допустим, человеку принести строительный фен, взять и во фоум и, допустим, набор разных тканей и показать, что с ними можно сделать. Чтобы человек понял, вот как конкретно он может либо улучшить, либо, в принципе, даже реализовать свою задумку на будущий костюм, либо же даже на полный сет брони. Вот такого не хватает. И если такого не будет в течение года и я займусь, а я займусь крафтом, таким человеком буду я. Ну, это будет прекрасно. Ну, вроде все, что мы хотели по поводу Феникса сказать. Остается только ожидание на второй день. Да? Посмотрим? Мастер-классы на воскресенье упадали. Да, может быть, глянем. Может, мы сейчас это все говорим, а завтра это просто аннулируется и мы такие, типа... Да похуй. Вот так вот, да. Но мы говорим про первый день нормально. Так что да, у нас все нормально. Так, плюс еще, что можно было сказать. Так, это о том, как прошел, в принципе, первый день фестиваля с сухими цифрами. Цифры любят все. Для меня лично, если даже брать эти всего лишь 5 часов, не дотягивая до 8, то есть 8-9 это фулл день фестиваля, даже подожди до 12, для участников он с 9 до 9 же. То для меня это 6-7 из 10. Длины или, наверное, вообще 4-5. Вот. То есть, как бы, есть куда расти. Но, опять же, дело у организаторов, разумеется, мы понимаем, что все это делается не за бесплатно. Без этого никуда. Люди, которые думают, что можно просто прийти арендовать местность на день за пару-тройку тысяч, ребят, так не работает. Это просто наше мнение, не претензии в лицо. Таким просто. Да, мы бы хотели это увидеть. голос наилю, дабы он открыл столь важный сегмент нашего обсуждения. А именно следующая тема это Аликовские нищеброды. Суть этой темы уже довольно понятна по названию, а именно в частичном хейте людей по принципу создания их костюма. Эта тема именно сейчас актуальна, потому что появился новый способ. Вы либо покупаете уже готовый костюм, либо берете и заказываете у тех людей, которые это умеют делать. И костюм, по сути, даже не уже готовый, а самодельный просто сделали не вы, а другой человек. Вы арендовали услуги. Но за это люди, особенно такие старички, которые изначально наделали косплей сами, начинают осуждать. Ну и не только старички, новые люди в косплее, которые тоже сами делают, они осуждают, потому что видят, что люди делают не сами, хотя все равно по сути тратят деньги и те, и те. И даже популярные косплееры, я смотрел некоторые подкасты с такими прям популярными персонами по типу Лоли Самурая. Они тоже вот именно такие идолы, косплеи, даже они говорят, то что это не признак хейтить. Типа они сами берут с Алика костюмы и либо уже их с ними гоняют, либо дорабатывают немного. Типа в чем проблема? А проблема, дамы и господа, здесь, в так называемой черепной коробке, в которой находятся мозги данных индивидов, оскорблять никого не хочу, просто буду называть альтернативно одаренными. Люди начали забывать, что косплей это в первую очередь удовольствие, это не место для распроя, типа, какая разница, каким методом человек костюм получит. косплей это не сам процесс создания, а скорее выступление. Это то же самое, как осуждать женщин, которые на показ моды идут вот на этом подиуме с костюмом. Вам же вообще до последнего колена будет посрать, кто для нее сделал платье, в котором она этот показ мод делает. Она просто подходит под, ну вернее, делаются под ее мерки. То есть, считайте, это все равно, что мы купили костюм. Она проходит, показывает его со своими хорошими формами и с большей дурью вероятностью эта марка, и так, являясь знаменитой, просто будет толкать эти костюмы в три дорога и их будут покупать просто потому, что они смотрятся вот на этой модели хорошо. А у людей, некоторых, которых я могу назвать хомячками, проблемы вот здесь. Они думают, что раз на ней выглядит хорошо, значит и на других. Соответственно, они на это и тратятся. Но здесь ситуация схожая, но не до конца. Причем она называется так же, вот эти походки на подиуме, это же дефиле. Дефиле абсолютно. Это же самое просто косплей дефиле. И почему-то люди не задаются вопросом, ха, но вот это, вот это дефиле женщины, она плохая, потому что она себе костюм не самошел, а уже чужой там гоняет. Это бред. По сути, косплей, это просто показать себя в костюме, не важно каким образом он получился, ты показываешь себя в образе и подаешь. Можно оценивать, там, если, допустим, в жюри, оценивать точность костюмов в деталях, но что мешает быть костюму детализированным, уже готовым, а не самодельным? Потому что это зависит от того, кто это делал. Типа, если вы, господа, которые пишете такое, потратили 3-5 тысяч максимум на фулл сет и такие, блин, вот, как-то не очень, значит, с Алика только плохое приходит. Покс Рейнг и так далее. Нет, это не значит, что с Алика только плохое приходит, это значит, что вы не готовы отдавать деньги за стоящие продукты, уж простите меня, тут нельзя назвать это другим языком. Если вы за куриное филе, допустим, да, со средним ценником 250 рублей за полкило, заплатили 50 рублей за полкило, дрестать будете чисто по своей вине. Поверьте. Скупой платит дважды. И срет трижды. В комментариях особенно. А у меня подруга швея классная, она сказала, что у вас косплы плохой. Вообще, 1000 минус 7, вы выблиткие, ебаные, блядь, я вам мать с троном снесу за 5 минут. А вот мне, ребята, блядь, вернее нам обоим с Наилем, наши знакомые швеи из Екатеринбурга сказали, что все прям хорошо. Да, есть некоторые швы, которые можно закроить, дабы они более классно смотрелись и некоторые моменты поджать. Потому что немного не по форме шьют, порой, когда вы выбираете просто М, С, Эль и так далее. Поэтому скидывайте мерки. Вот, и кого мне слушать? Хомячка с альтернативной одаренностью в комментариях? Или человека, который вот стоит предо мной, просто прошерстил весь мой костюм, протрогал каждый его кубический сантиметр, сказал свое мнение, занимаясь этим уже на протяжении нескольких лет? Если сможете найти вразумительный ответ, поздравляю, вы стали лучше. Если во всех бедах виноваты мы, а кто еще? Помните разговор про долбежку в стену? Вот, то же самое абсолютно. Поэтому лично я просто не понимаю эту тенденцию, как и не понимают почти все абсолютно профессиональные и идолы СНГ русского косплея. Они тоже за это шпарят, говорят, ну это хрень, ребята, это не тема для хейта. Тем более, что до сих пор нет официальной метрики оценки. Если одна сторона говорит, что говно, а другой, что хорошо, это обе не факты. Потому что нет официальной метрики, это просто субъективное мнение. И вот много раз мне жалко, что людям приходится объяснять это как с произведением. Допустим, есть, ну даже проще, есть цвет красный. Есть два человека, которые говорят, что одному говорит, красный цвет заебись, а другой говорит, это говно. И не то, и не то, это не факт. Это субъективное мнение по поводу предмета. Факт может быть там в науке эксперимент провели, что говно воняет противно. Вот это факт, оно воняет противно. А это все субъективщина. И человек, когда говорит, что какой-то предмет говно или просто хорошо, это не должно быть фактом, это его мнение. И косплей это либо прям совсем тупенькие сидят, которые свое мнение за факты выдают и этим оперируют в спорах, либо я не понимаю, почему вообще людям это нужно до сих пор объяснять. В эру цифровизации, когда наоборот споры все проходят, большинство не силой, а краски вот этой информации люди не имеют ей пользоваться. А потому что а зачем? А зачем нагнетать себе кровь к мозгу и процессом заниматься, которым люди придумали слово вот думать. Зачем? Зачем трудно думать? Зачем? Это вот как примитивный ужас. Сначала а потом бах! И тебе в комментариях пишут косплей с Алика значит говно. Поэтому я просто вам даю совет не судить и уж тем более не занимайтесь хейтерством аликовских есть плохие, но опять же это зависит от того на сколько человек будет готов подать деньги. Мы, например, ну хорошо вложились. Да. У нас до хрена денег ушло. То есть допустим, ну вот опять же встречали сколько человек которые были в реально вот не побоюсь этого слова отвратительных шмотках мы их спрашиваем что за сколько купил и всегда слышим ценник один и тот же в пределах пяти тысяч всегда одно и то же порой даже в пределах трех тысяч и люди это сами понимают мол говорим блять ну просто мы хотели сходить вот и как бы денег особо не было поэтому взяли что показалось самым неплохим из самого плохого лучший из худших и они это осознают опять же я задам вопрос который ну не требует ответа хомяки с вами что не так почему вот заходя на профиль хомячка подобного который снимает ролики с собой и пишет подобное в комментариях почему этот же человек берет косплей на алик из трех тысяч флексит в нем у себя в роликах и такой типа все хорошо объясни это просто похоже похоже на какой-то пакт самоутверждения ну да люди самоутверждаются очень дорогие ну да потому что ну а свое что у них свое грыжа это самое вроде здесь все обсосали да и заключение как обычно все кто не постиронично сейчас кекнул повторюсь все это было сделано в таком ключе дабы никого не засирать не называть тупыми сыновьями сами знаете кого и не пушить трон с нулевой минуты все люди имеют мнение да это не есть плохо но есть одно мнение которое просто говно потому что говно то есть иди учим отчасть и подобные а есть мнения которые говорят блин вот это выглядит не очень потому что потому что потому что и человек такой блин ну я как бы знаю я этого даже не отрицаю вот опять же повторюсь а есть первое которое вот ты говно ты в курсе вот и все да Да, мы просто выражаем недовольство нынешним тенденциям внутри косплейского комьюнити. Отвечаю, если ходить только на 18+, фестивали. Там меньше такой херни, меньше детей. Да, и там больше разнообразия. Клоунада продолжается. Ведь лороведы это гений, а создатели развлекательного контента это идиоты. Эта тенденция также возникла прям совсем недавно. Я, наверное, когда мы только начинали, то вообще не было. Потому что поддержка комьюнити была суперогромная. Недовольны они либо просто не выражали недовольство, либо делали это в своих кругах. Либо это просто адекватно было. Более локально. Да, знаете, вот какой есть адекватный хейт. Вам не нравится контент или не нравится человек? Во всех соцсетях есть кнопка заблокировать. И вы представляете, его контент вам в ленту попадаться не будет. У вас не будет что погореть с этого. Но именно последняя тенденция, что мне не нравится конкретно в DMC комьюнити, появились люди, вот им нравится конкретный сюжет. И они вместо того, чтобы просто пилить контент по своей любимой части игры, а именно по сюжету, они начинают хуесосить других людей, которым нравятся другие аспекты и возвышать себя над другими. И они не понимают то, что таким контентом они к себе привлекают только людей, которым нравится негатив. И они, во-первых, так себя аудиторию быстро растеряют, потому что человек в негативе постоянно быть не может. Ему это надоест со временем. И это прям, ну, такой контент, который не нравится никому, потому что они хуесосят всех подряд. А тем более, если кто-то им не понравится, просто за уши любой там притянут, обосрут. Это как бред звучит. Это, не знаю, такая проблема пипец. Причем даже я видел некоторые видео таких людей, они противоречат сами себе. Вот буквально первое видео, типа, хватит обсирать людей, которые... Занимаются чем-то иным, нежели вы. Да, занимаются, допустим, шиперством Спардацеста. Зачем вы их обсираете? Это же просто их увлечение. Смысл есть в чужой жизни людей. Второе видео от, допустим, того же автора. Вот те люди, которые занимаются шиперством, это говно! Потому что они... Это не сюжет. Это не сюжет. Вот и такие жесткие противоречия я не понимаю. Так, такого не было, такого нет, нет, нет. Капком и другие компании, вернее, в фандомах косплеев, которые вы находитесь, такого не делали. Значит, вы не имеете права на свои шизотеории. Ну, потому что так сказал человек из интернета с двумя тысячами подписчиками в ТикТоке. И который не может в ЧС закинуть и продолжает хуесосить. Да. Спросите, почему? Выгодно? Я не знаю, я еще не опустился на этот уровень, не упал на пол, чтобы понять. Это очень странная часть. Я просто обсуждаю такое, потому что... Зачем обсирать другие... Вот мне абсолютно поебать, какие есть другие части фандому. Я конкретно сижу в той, которая мне нравится. Ну, точнее, сидел, когда мне еще нравился DMC. Мне, например... Я противоположный. Мне сюжет DMC максимально не нравится, потому что он... Ну, DMC это не та серия игр, которая стала популярна благодаря сюжету. Вот те же лороведы. Спросите фанатов DMC, которые родились там в 70-х, 80-х годах. Это такие самые-самые алды. Такие, скажем, самые трушные фанаты, которые в DMC играли там в 2000, там, когда он вышел в пятом году, в седьмых, восьмых годах. Такие самые первые игроки. Почти никто из них не скажет, что им понравился DMC из-за сюжета. Представляете себе? Ведь это слэшер. И это нормально, что люди... Что людям похуй на сюжет. И тем более он им не нравится. Допустим, мне слишком понятно. И, допустим, то, что они могут ссылаться на новеллы, книги. Это напоминает ситуацию с ФНАФом. Какого хуя, чтобы я понял, что сюжет хороший, я должен читать книги. Это не ФНАФ, ебаный. Так не должно работать. Все, что есть в играх, все. Нельзя уходить за споры конкретно в сюжете в книге. Потому что мы говорим про игры, а не книги ебаные. Если хотите сравнивать сюжет книги и приводить это в аргумент, идите в книжное сообщество DMC. Где чисто на этих новеллах, книгах. А в играх там нет. Нет сюжета особенного. Просто иди башню захвати. Видите этот свернутый два раза... Один раз, вернее, листок А4. Вот здесь поминутно можно расписать, где какой из пардовичей соснул хуица и почему. Без дополнительной информации, без дополнительного нагружения просто контекста прилагательными и прочими тропами и другими приколами. Мы же с вами не Лев Толстой, Война и мир. Можно расписать, повторюсь, весь сюжет DMC с первой по пятую часть. Неиронично причем. Столько же примерно места займет сюжет, не вышедшего в данный момент из раннего доступа ультракилы. Пять частей. И примерно, ну, чуть поменьше, чем эти пять частей одна инди-игра. И те люди, которые там, допустим, сюжет обсасывают на два часа, три часа, это зачастую додумки. Это обсуждение додумок, даже не обсуждение основного сюжета, а додумок. Допустим, там люди обсуждают, что Вергилия делал в аду. Это же не обсуждение сюжета, это додумки сюжета. Это даже не факты части из вас обсуждают, это обсуждают фанфики, которые они строят по сюжету. Ну да, был он там в аду, но его терзали кошмары три штуки, из которых потом появился Ви и его подопечные. А, ну и они еще в первой части появлялись. Это скорее не обсуждение лора, а еще обсуждение теорий по лору, скажем так. Да нет, по-моему, это, кстати, и было. То есть кошмары появились из-за того, что Мондус так воздействовал на него. Не, я просто говорю то, что люди не только сюжет, а еще и теория обсуждают, называют сюжетом. Почему-то его делают канонным. Если прессовать это, да. Это бред. То есть никто не против шизотеории, все мы шизотеоретики в той или иной степени. Но задвигать эту телегу куда-то более серьезно, ребят, ну это просто кря-кря получается. И еще хуже возвышать над другими частями. Это, конечно, может быть некорректно, но поведение их напоминает поведение одного художника. Вот серьезно, то же самое. Мы лучше вас всех по этому фактору. Это настолько глупо выглядит, когда я смотрю эти видео, что остальная часть DMC заснула хуйца, потому что она сюжет не любит и не шарит за него. А мы боги, мы за сюжет шарим. Это сравнение какому-нибудь деду-шизофренику, который преподает у вас в школе или в ПТУ, где там еще они могут быть. Да даже в ВУЗе. Какую-нибудь физику, да, вот он специально всех давит, показывает, что он такой классный, хотя из всех предметов. Все, что ему нравится, это только физика. То есть он забивает на все аспекты жизни другие. Он живет хуже, чем вы, скорее всего. И прочее. Но зато он лучше вас в физике. Соответственно, он по этому параметру вы тут сосете. А на остальные насрать. Остальные ему обсуждать неудобно. Ну и кто лучше? Дед-шизофреник, разумеется, с физикой. А как иначе? Только таких мнений, по-моему, учитывается в интернетах. Поэтому, блин, я просто хочу поставить таким людям. Если у вас есть настолько много свободного времени, чтобы такой хуйней заниматься откровенно, я не называю хуйней, когда вы продвигаете свою часть комьюнити, делаете сюжет. Но хуйня это когда вы занижаете другие фантомы. То, что, допустим, вам не нравится мему, вы называете это бесполезной частью фантома, будет абсолютно так же для тех, кто любит мемы, или, допустим, любит набивать только комбо в DMC, потому что это слэш рьёбаная, а не сюжетная игра, кино. Им тоже будет говорить, что сюжетная часть фантома это полная хуйня и не нужна. Просто та часть фантома, она более умная и не трендит то, что сюжетная часть фантома не должна просто существовать. Да, никто не говорит, что не должно быть того или другого. Просто кое-кто, походу, под себя жидким поносом на протяжении трёх дней, потому что порченый понос-то самый от Вики. Каловый барабашка от Вики тоже. В общем, зачем люди срут под себя, мы так и не поняли. Да, это вот как с прошлой темой непонятно нахрена люди тратят столько времени, чтобы обсирать других там по поводу вот... Вот у тебя костюм, блин, говно, значит. Здесь то же самое. Вот ты за сюжет не жаришь или его не любишь, значит говно. Ну, во-первых, кто плавал распоряжаться, типа считай, что нужно, что нет, потому что ты не можешь за общественное мнение говорить. А если тебе не нравится, значит ты говоришь, что оно бесполезно. Это, блядь, это опять же похоже на... Ну да, тут куча противоречий, как минимум, опять же. И похоже на некоторые, скажем так, экстремические движения, да? Это не просто, которые выдвигаются внутри сообщества. Да. Связаны просто со взглядами людей на игру, это бред. Это не... Это не такое огромное комьюнити, чтобы таким... Вот тоже Наруто. Вот там столько разделений сюжет есть. Те, кто только персов любит. Те, кто сюжет никуда не шарит, но просто им нравятся техники. Вот представьте, огромное количество людей, и никто никого не хуесосит. Только локальные, может быть, какие-то стычки есть. А вот чтобы какая-то часть пандама хуесосила, другую нету. Ну, представьте себе, нормально живут люди. По-моему, даже о ценителе именно первого Наруто, и вот сейчас, ну, с недавних относительно для меня пор, фанаты Бо-Руто, по-моему, даже они друг друга не знают. Просто говорят, типа, ну, нравится вот это и... Ладно. В нее, допустим, просто не зашло, и все. Вот как они говорят. Даже анимешники струтся меньше, чем вы задумаетесь. Причем, большая часть из них, это все равно дети, фанаты Наруто. Как бы есть много разных, но и детей тоже много есть. И они даже не срутся. Подумайте. Просто подумайте, что фанаты Наруто умнее вас, блядь. Ну, я не принижаю, просто... Да, это звучит именно так. Просто большая часть фанатов Наруто, это все равно дети, потому что они появляются все равно каждый год, и прибавляются комьюнити. Просто, ну, сравните, что дети умнее вас. Не иронично. Просто им нет смысла какого-то другого. То есть, типа, что им будет, что они обосрут тех, кто не шарится техники. Типа, ну... Ну, вот таких вот, честно говоря, суть по всему, поднимаются. У них от этого жизнь не поменяется ни налево, ни направо. Да, да. Поэтому я говорю, вот стена сзади. Можете пойти, подолбить головой. Если что-то изменится, например, появится сотрясение мозга неожиданное. Значит, есть что трясти, ребят, и вы еще не до конца потеряны. Зачем вам нужна качалка? Что вы хотите от нее получить? И зачем заниматься эго-лифтерством? В последнее время очень такая тоже опять тенденция. Повторюсь, блядь. Все там тенденция, тенденция, тенденция. Но именно так и происходит. Поменялось и комьюнити качалки. Оно стало токсичным. Я не говорю про то, что сейчас ребята чисто приходят не чтобы там себе тело строить каким-то разумным подходом, там, качая теленные мышцы. То, что они ходят чисто там грудь пожать и так далее. Там себя порадовать своим эго большим весом. Не задумываясь там о своих сухожилиях и так далее. Я говорю про токсичность. Очень много видео снимает не только люди, которые ходят в тренажерки, но и тренера. Там увидят слова новичка, снимут, как он делает с неправильной техникой. Басрут его, еще это выложат на какую-то аудиторию. А некоторые тренеры могут иметь, ну, большую аудиторию, как тот же Спартак. И обсирают. Я сколько видел в том же ТикТоке, пока сидел срал. Там вот люди обсирают подснежников. У меня всегда есть такая политика. Даже если человек ходит в тренажерку только весной, думая, что он окачается перед летом, и все, больше он не ходит в году в качалку. Это намного лучше, чем он, если целый год не будет ходить. Да даже если он один день покачается в году, это будет лучше, чем он, если вообще не будет качаться. Я вот сюда с такой политикой отношусь. Пусть люди редко, но качаются. Даже если они качаются только на выходных. Пусть это будет, чем если это вообще не будет. Это намного лучше, чем полное отсутствие физической активности. А вот эти люди, скажем так, с опытом, которые хейтят, еще и это делают прилюдно. А вот запомните, вы все равны, как и в автобусе. Вы все покупаете абонемент. Это не съемочная площадка. Вы не имеете верховенства ни над кем. Даже если какой-то там тренер или сотрудник, это вообще тем более вы портите лицо компании. И обсираете людей. Зачем? Вы наоборот. Раньше, лет 8 назад, все завлекали людей в тренажерный зал, говорят, что вас никто не обидит. Непонятна техника? Подойди к своему соседу, он тебе объяснит. Ну, если, соответственно, время будет, там, вы ему не помешаете. А здесь сейчас подойдешь условно к человеку, он тебя басрет, он тебя посмеется, еще и снимет в своем тиктоке. Там он на своей аудитории тебя обкакает. Это бред. Зачем так делать? Вы новичков, наоборот, пугаете. Никто в зал идти не хочет. Я на полном серьезе вижу комментарии людей. А что делать? Мне страшно в зал идти. Мне же обосрут. Такой думал, охренеть. Люди серьезно боятся начать заниматься, потому что они боятся осуждения. Потому что настолько сильно нагнали. И в этом и школьники виноваты, и взрослые дядки, которые такой херней занимаются. Это полностью непонятно. Я, наоборот, поддерживаю мирное. Типа, качалка и как социализация просто ходят. Ну, по крайней мере, раньше происходило. Это мог спокойно прийти там с парнями время, там, перерывов, обсудить проблемы. Типа, у меня такая херня у меня тоже. Ну, круто. Сейчас это, ну, какое-то бред, безумие. Сравнение. А все ранее. Что думаешь? Ну, вот опять же, Ниль сказал по поводу аудитории Спартака. Напоминаю, все, кто, может быть, услышал звон, но не знает, где он. Он имел конкретно в виду количество аудитории, а не ее качество. У Спартака довольно-таки забавная аудитория. Вообще, радостно, на самом деле, что такой челик в фитнес-блогерстве у нас, в принципе, есть. Потому что, ну, столько мем-контента, которые он генерирует, это просто мое почтение. Можно ли достать писюн в драке? И главное, мем-контент не высмеивает людей в зале. Никакие группы людей вообще высмеивают. Он даже каким-то образом помогает. Типа, смотри, кто в качалку ходит. Да тут, типа, половина юмористов. Типа, люди шутят. Ходи, блядь, тебе никто не обидит. Ну, по крайней мере, хочется в это верить. Но верится с трудом. На практике совсем другое. Да. Ну, а сколько я хожу? Даже если, допустим, вот, мое падение прогресса убрать, хожу сколько? Две-три недели. Если, допустим, тебе четыре месяца убрать. Ну, не знаю. Подошел, спросил. Типа, на, держи совет. Все. Ну, просто у тебя это хороший опыт, да. Не у всех людей это, к сожалению, получается. Я не отрицаю этого. Кому-то не везет. И я просто не вижу причины в этом. Как это вообще развилось? Даже предпосылок не было. Типа, зал, это, ну, по крайней мере, раньше, это было последнее место, место для споров. Это вообще, это не то общество, где стоит людей притеснять. Мы говорим именно про конкретно залы, нормальные оборудования, не оборудованные, а не про подвальные качалки, где чел мог делать жим лежа, к нему подходит, просто подходит качок 100 килограмм на 100 сантиметров роста, снимает блины прямо во время его жима и идет, не знаю, там ноги делать. Такое тоже бывает в подвальных качалках, но это прям древнейшая тема до нулевых даже. Посмотрели наш влог из качалки, и, допустим, какой-нибудь чел ростом, там, не знаю, 160 на 90 килограмм жира лежа на диване, придя со школы, такой, типа, а, смотрите, он дричь, хе-хе-хе, что он так ничего не добьется, такие 30 килограмм тягает на грудь, хе-хе, смешно. Вот, и, типа, зачем? Объясните. То есть, особенно те, кто хейтит именно как уже добившись от чего-то в зале, вы все должны помнить, что все с чего-то начинали. Вы тоже когда-то были новичком, и, скорее всего, если вы до хрена лет занимаетесь в зале, вы начали в ту пору, когда... Буллинг где-то был, это точно, 100%. Не бывает такое, что в каком-то совместном буллинге нет совсем, но его было минимум. То есть, вы, начиная в такую пору, где все друг другу помогали, и была максимально дужественная атмосфера, вы нагнетаете, будучи как раз не тем уже самым, ну, допустим, профессионалом, при привяжем за уши, вы поступаете по-другому, как поступили с вами, скажем так, спокойно. А это уже, на самом деле, дело психологии, когда особенно, допустим, предки, да, вот всем знакомая, скорее, вам тема, когда вас просто по жопе каждый день, затем запугивают тем, что вы не сдадите ЕГЭ, а как мы недавно выяснили, просмотря пару видео от нормальных знающих людей, посмотря статистику, что 20% или сколько там, 15-20% всех раскомнадзоров, да, школьников происходит во времена июня, во времена экзаменов 9-11 класса, потому что что делают эти самые родители, говорят, «А если мне сдашь хоть что-то, домой не приходи!» И, разумеется, то есть они и так на нервах, их запугали не только предки, но еще и учителя, вот этими самыми дефолтными фразами, мол, вы худший учитель, который... Ой, вы худший класс, который у меня был только, и прочее, 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 то есть, челы там на нервике, на жестком, что аж до раскомнадзора доходят. То же самое и здесь, вы просто... Подобные вам запугивают людей, которые только начали свой путь. Зачем? Если вы ничего не делаете, другим не мешайте, пожалуйста. Вы там от цирроза печени в 40 лет откинетесь, пожалуйста, это ваш выбор. Но койку, как говорится, освободите для более адекватного человека. Да, это... Если хотя бы с ЕГЭ у родителей... Ну, есть микрооправдание, что они просто боятся, что человек себе может какие-то возможности завалить, не сдав ЕГЭ, то здесь даже микрооправданий нет. Просто то, что человек прошел в зал, вам никак не испортит будущие возможности, ему должно не испортиться. Отпугивать просто смысла нет. Вообще никакого. Даже минимального. Типа, ну, это то же самое, что я сейчас бы набирая мышечную массу, говорил, что я ненавижу всех людей неспортивной формы, просто потому что они ленивые, и там, и прочее. Нет. Мне все равно, как живет человек, который, ну, меня не трогает вообще никак. Опять же, повторюсь, 40 лет отлетит от какое-то заболевание, от какого-то заболевания сердечно-сосудистой, например, из-за объема своего, так как кровь качается туда-сюда, труднее, тромбы образуются и прочее, от цирроза и прочих приколов, особенно связанными с почками, которые все это... А, с печенью, как раз скидает, который все это фильтрует, господи Иисусе. Ну, я ж не говорю ему, типа, бедность, иди там, раскомнадзорнись. Нет. Если такой человек никому не мешает, не забирают у кого-то место, то пускай живет. Есть люди реально с небольшими амбициями, поймите это. Говорю на своем примере, то есть, есть человек, с которым давно общались, и он прямо так мне и говорит, что, слушай, вот твои амбиции, я бы их не осилил. То есть, твои мои. От его лица. Потому что, все, что ему надо, это пришел с работы, встретил жену. Ему, кстати, столько же, сколько мне, 25. Отдохнули, поиграли, посмотрели что-то, и спать. И так уже несколько лет, он говорит, типа, меня полностью все устраивает. У меня все спокойно, у меня все стабильно. Я пока что ничего нового в ближайшие, там, не знаю, года начинать не хочу. Меня все устраивает. Да, живу в небольшом городе с отвратительной инфраструктурой. Но кто, вот все, человек, типа, нашел свое гнездо, он его не ворошит, никому ничего не говорит. Соответственно, что, я могу этому человеку только руку пожать, потому что он, типа, он нашел свое место. Он молодец. Он молодец, да. Насколько бы, допустим, если сравнивать, ниже он от меня сейчас не был, то за что мне его, типа, ну, у него нет, там, больших амбиций. Это абсолютно нормально. Не каждый человек потянет огромные амбиции. Из-за этого не стоит осуждать, как некоторые, там, особенно популярные люди, которые, почему-то, не понимают ответственность для своих слов, говорят, кто не пожмет сотку, тот пидор. Вообще не понимает. Вот эти вот мужики 40 плюс лет с еще большим ребенком внутри, чем 20-летняя. Я вот смотрю это и не понимаю, как вот это сообщество, особенно, ну, я, конечно, не жил в это время, но все же я припомяну. Опять же, ЛГБТ это запрещенное, экстремистское. Мы осуждаем это движение. Мы только за традиционные ценности, сами понимаете. Но просто мы рассмотрим, мы осуждаем, но по качеству примера смотрим 90-е годы или 2000-е, не помню точно, во времена, когда был жив такой человек, как Билли Херрингтон. Это человек, который поддерживал ЛГБТ-сообщество, поскольку они в то время еще сильнее притеснялись, и тогда это было действительно меньшинство. Они как сейчас, там, каждый третий человек, наверное, из знакомых, там, какие-то имеют, скажем так, нестандартные взгляды на жизнь. Ну, девиативные взгляды. Билли Херрингтон, человек, который продвигал качалку. По сути, то, что мы делаем в нашем влоге, мы были на фесте, к нам подошли вот эти две девочки, которые сделали нам эти Аленки. Они же нам тоже сказали, мы посмотрели ваши влоги и замотивировались ходить в качалку. Вот. Билли Херрингтон делал то же самое. Он собирал саммиты, ну, митинги не в плане митинги против чего-то, а митинг, с английского собрания. Да, встреча. Да, где поддерживал людей с проблемами, связанными с бодипозитивами, у которых там конечности, проблемы. Поддерживал людей, которые не могли жить в обществе ЛГБТ. Максимально добрый человек поддерживал там с благими намерениями тоже вот и качалочные движения, и ЛГБТшные. И вот это все качалка, которая была методом, точнее, места, где люди получали поддержку. Социализировались. Да, стало обратным. Люди оттуда начали выходить травмированными, там, с какой-то манией безумной, ставить себе какие-то безумные ограничения, штуки, это, не знаю, это психиатрия. И люди-то поддерживают. И для нас это очень-очень странно. Видать, быть с нормальными мозгами в наше время не очень-то и модно. Походу, мы отстаем. Либо же это у нас так нормально, потому что мы, скажем так, ну, по крайней мере, могу сказать сказать, просто у нас следовала старая тенденция, когда была в моде адекватность, а я просто это подхватил, потому что был слишком хиханом. Ну и плюс мы еще, наверное, пережили... Я точно пережил достаточно дерьма за свои всего лишь на 25 лет. И как бы зачем мне ухудшать жизнь другому человеку, узная, каково это, когда реально плохо живется, вне зависимости от возраста. Зачем? Я просто не хочу этого делать. Опять же, примеров я вам приводил про лежачих на диване, про подобных. Мол, даже до тех же хейтеров, типа мы же их не называем прям идиотами, дебилами, которые должны там отлететь куда-то. Нет, просто альтернативно одаренные люди, которые сейчас проходят какой-то путь. И опять же, вот если побиться головой об стену, то в какой-то момент произойдет сотрясение, а это значит, повторюсь, есть что сотрясать. Мне все потеряно. Но опять же, делать так не надо. Это просто мета-пост-ирония, там добавьте еще какой-нибудь слог мега, например. Ну, просто посоветовали забить на других людей в зале, хватит их обсирать, занимайтесь с собой. Вы в зал ходите, чтобы заниматься с собой, а не обсуждая других людей в зале. Да, если хотите покрасоваться, делайте это как вот тот мужик с усиками. Я качать, я качать грудь, обнимать женщину, женщина меня меньше бить. Вот абсолютно позитивный челик, который еще с сиськами подбит. Да, и уважать других людей, опять же, тренажерка, это не съемочная площадка, вы там не имеете какого-то верховенства, если вас камера есть, так же. Да, если вас попросили, пожалуйста, сделайте это либо позже, пред закрытием зала, то есть, вам никто не запрещает типа прийти в зал два раза за день. Пришли, покачались, вечером пришли, если есть желание, либо купите, сука, себе зеркало, просто поставьте его куда-нибудь. Это же не трудно. Зеркало сейчас дешевое, по-моему, даже двухметровое, которое у вас два на один метр, которое будет вас всего охватывать, скорее всего. Можете взять два на два, если вы так хотите, если вы крупный. Ну и тема такая, я бы назвал ее явно неоднозначной, в которой точно нет правильного решения, это начинать курсить с первого месяца. Вообще с первого тренирования. Курсить, те, кто не понимает, это садиться на курс гормональных, анаболических и прочих стероидов и вот подобного. У Нелия есть пример буквально недавний. Да, я просто не буду вдаваться прям в личные подробности. Я подсадился от одного своего знакомого на качалку. Я подумал, ну, вроде благое дело, но он занимается всего месяц. Вот этот весь месяц, который он занимался, он принимал вот расхайпившийся и в ТикТоке, и, наверное, не в ТикТоке, потому что он вряд ли в ТикТоке сидит. И будто морен, или как его называют, особенно школьники, да, там, а можно в 15 лет пить? Я начал в 15 лет его пить, там, МК, 677. Да, но, во-первых, то, что определенно глупо и тупо, и то, что это факт, это курсить до 18 лет. Это вот пиздец, вы себе организм убьете сильнее, даже если за вами врачи будут сидеть, потому что вред стопроцентный. У вас до 20 лет ваша гормональная система сама будет курсить вас, без этих штук, а вы себе и гормональную систему очень сильно собьете пубертат, и пизду себе сделаете очень сильно. Самый минимальный пример и банальный, который можно привести, почему ваша гормонка поедет, тоже курение. Вы потребляете никотина больше, чем нужно, организм к этому привыкает, и такой, блин, слушай, ты и так принимаешь до хера, давай перестану свой вырабатывать. И вот как только вы следите с курса, куда-то денется гормон роста в норищу, тестостерон, хотя гормон роста, он же, в принципе, снижается в 25 лет. Ну да, где-то закрывается зона роста. Вот. И то есть, представьте, да, вы в, допустим, те же самые 18 лет позволили себе потратить 3-5 куска на хорошее МК-677. Вот даже уберем все эти побочки из головы, которые могут вам посадить центральную нервную систему, потому что... И рак, опухоль разрастить. Чисто технически, там нужно чуть больше инфы, потому что я, допустим, про рак ничего не нашел почему-то. Ну и если, опять же, вы решите с них слезть, у вас все восстановится, то восстановится и ваша мышечная масса со всем тем, как вы делали бы это без курса. Поэтому курс либо адекватный и до конца жизни и с постоянными проверками раз там в полгода, либо, ну, раз и до конца быстрого конца своей жизни. Опять же, тут генетика и прочее тоже очень сильно решает врожденные, неврожденные заболевания приобретенные. но задумайтесь, прежде чем реально хотя бы на тот же МК-67-7 падать своей жопой. Который еще и не проверен надействием на людях. Вообще бред. Он не проверен? Не проверен. Там неизвестно, что он дает. А как его тогда на Азоне продают без проблем? Я вообще не знаю. В России запрещено продавать такие продукты. Я хуй знаю. Там, по-моему, даже... А, есть же какой-то дед-качок, 60 лет. Может, ты его видел в ТикТоке, но там прям такой дед поджарый, большой. Его, не по-моему, а его закрывали на несколько лет за продажу фармакологии. Вот, нельзя продавать. Я не знаю, почему их не... А может быть, это не фармакология, может, это... Ну, гормон... Опять же, подожди, а гормон... Нет, это гормональный краски. Это гормональный... Гормоны же нельзя просто так продавать без рецепта. Да, поэтому я не знаю, и я достать буду. А, если он заводится с запада, тогда могу понять. Там просто по бумагам может быть другое. Да. Это как с вебами, пока не поняли, что за дырка есть с вебами. Да. Там же можно было, по-моему, продавать подростками какое-то время. Первое. Да, до 16 лет. Ну, я думаю, это пока новая тема, несколько лет, потом... Это вот как с... с темой, что... эти... Госдума отклонила вариант с пересдачей ЕГЭ. А потом резко приняла. Угадайте. Почему? Потому что президент сказал. Потому что президент сказал, да. А на это? Но мы тут политику не обсуждаем, все забили. Да. Просто случайное стечение обстоятельств. В общем, вот. Опять же, хотите курсануть? Подумайте. Даже если вы подумали и все равно хотите, ребят, врачей, соберите вокруг себя здравых врачей, которые вам подскажут, как минимум, чего вам вот может реально не хватать. Есть люди с заниженным тестостероном с рождения. Таким, скорее всего, в принципе, должны прописывать у них уже будет курс теста. Без качалки так будет. То есть, чтобы, разумеется, не поднять его до нужной нормы, а даже поднять чуть выше нормы, то есть, вы накачаетесь процентно быстрее. Но если у вас с тестиком все нормально и вы гоните его в полтора раза выше нормы, I have some question for you, guys. Мы не против. Просто через какое-то время вы не сможете сказать, что все. Да вы, в принципе, ничего не сможете сделать. Там уже... Куда-то дорогу ведет в другое место. Что-то какая-то негативная нота, знаешь. Да, нужно не на ней заканчивать, поэтому... В любом случае, занимайтесь, как вам в кайфе. Главное, других не говните. Вот. Всем добра, позитива. Да. Да. Не умирайте, это плохо. Вы нам донатить больше не сможете. Да, да. Подумайте о нас. Вот вы пропадете. А куда мы? На завод, что ли? Да я в жизни куда-нибудь пойду работать. Нам нужны кормилицы. Хотя нет, если будет какая-то кузня в Казани, я бы пошел. Я уже это обсуждал, но я так ничего и не нашел. Хочу просто прийти в кузню, я хочу крафтить. В общем, народ, всем спасибо, это были замечательные плюс-минус два часа, скорее всего, может быть, чуть меньше будет с учетом вырезок, ибо их было много, да, у нас проблемы были. Полтора часа точно будет. Да. От полутора до двух. Поэтому всем спасибо, кто здесь был. Всем, пожалуйста, кто был. всех любим, целуем, берегите маму. Не надо папу. Папу любить надо. Папу уже просто беречь, не папу. Я думаю, это о логе вырез, то, что я говорил, блядь, это так странно. Папу еще можно сказать на последок ребятам молодым. Ну, кайфуйте, кайфуйте, и не мешайте кайфу других людей. Да, потому что, как это называется, когда человек живет чисто в свой кайф и забивает на всех остальных? Моя хата с краю, что такое? Не совсем, так симпобедиши называли. Что-то подобие нарциссизма, только немного в другой тон. Просто адекватный подход жизни, скажем так. Да, не будьте дебилами, а если вы дебил, опять же, вот, задумайтесь, да, задумайтесь, постучитесь головой об стену, если там что-то сотрясется, то, не все, опять же, потеряно повторяю, третий, четвертый раз уже сбился сам. Всем спасибо, всем пока.